Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей город в студии Виолетта Гришина. Корреспонденты Первого городского собрали самую главную информацию о событиях среды 9 января. Смотрите в ближайшие минуты. Что-то специфическое, я не могу ничего отметить. Ну, все как обычно. Пьяные головы, они себе находят приключения. Без происшествий или все-таки нет? Чем закончились новогодние праздники для жителей города? Три дня в марте, пять в мае. Как калининградцы будут отдыхать в новом году? Не хочешь платить? Ходи пешком. В Литве решили брать плату за въезд на курорты. Как они будут выживать с этой стоимостью? Были доступными, а станут дорогими. Смогут ли родители оплачивать услуги детских садов по новому закону об образовании? Небольшую чайную ложечку добавьте в молочко тепленькое на ночь, и оно прогреет вас. Записками о здравии и об упокоении. Чем еще удивила калининградцев рождественская ярмарка? Ну а теперь подробнее. Праздники только закончились, а спецслужбы уже успели подсчитать результаты народных гуляний. В целом, новогодние каникулы прошли без серьезных происшествий. Специалисты даже отметили, что по сравнению с опытом прошлых лет, чрезвычайных ситуаций стало меньше. Об итогах новогодних каникул расскажем в первом материале выпуска. Для сотрудников полиции, спасателей и врачей начало года стало спокойным. Например, в городской больнице скорой помощи цифра в 410 человек за новогодние каникулы норма, если сравнивать с серыми буднями. Да и травмы все те же. Ушибы, переломы и раны. Что-то специфического, я не могу ничего отметить. Ну, все как обычно. Пьяные голову, они себе находят приключения. К сожалению, праздники некоторым не добавили никому хорошего настроения, поэтому люди так же как дрались, так и будут драться. В травматологии добавляют, непредсказуемая калининградская погода сделала свое дело. Если и был гололед, то возле домов и у подъездов. Правда, обращались за помощью и любители покататься по льду. В середине праздничной недели в БСМП прибыли пострадавшие на катке. Пострадавших же от дорожных аварий стало меньше. Показатели ГИБДД по сравнению с прошлым годом снизились, хоть и незначительно. В новогодние каникулы прошлого года произошло 20 ДТП. Два человека погибло, 21 человек получили ранения. Новый год змеи принес 17 аварий, двое погибших и 19 раненых. Но по статистике это обычные цифры и для будней. У нас такой градации нет, что в праздничные дни больше или меньше происшествий. В принципе, если брать статистику за месяц, за зимний, то статистика остается на уровне обычных будничных дней. Никакого всплеска или снижения аварийности не наблюдается. В праздничные дни. Единственное отличие от будничных дней – в празднике больше водителей в состоянии алкогольного опьянения. Охраняли покой горожан и сотрудники МЧС. За новогодние каникулы произошло 50 пожаров. Из них большая часть в жилых домах. Правда, в отличие от прошлого года, обошлось без погибших. И все из-за той же погоды происшествия на воде практически свелись к нулю. Один погибший 2 января в Озерском районе. Но в МЧС просят быть внимательнее при выходе на лед. Поэтому я обращаюсь не к уважаемым рыбакам-любителям, а к женам, к семьям. Пока не будет официального разрешения выхода на лед, убедительная просьба – не отпускайте своих мужей никуда с дома. С домами веду на рыбалку. Пусть лучше сидят дома, помогают по хозяйству. Уцелеет семья. Сейчас в МЧС больше всего обеспокоены именно этой темой. Синоптики ожидают продолжительное понижение температуры. А это значит, что без работы спецслужбы не останутся и после праздников. Алиса Лебель, Назим Габибов, Константин Казанцев. Служба новостей город. В Калининграде в ближайшие дни ожидается похолодание. Температура воздуха, как и должно быть в январе, опустится до минус 12 градусов. Об этом сообщили в региональном центре по гидрометеорологии окружающей среды. По прогнозам синоптиков, в четверг в Калининграде области ожидается мокрый снег с дождем на дорогах гололед. Температура воздуха днем в среднем около нуля, а ночью понизится до минус 3 градусов. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. С пятницы морозы в регионе усилятся. Днем 11 января столбик термометра опустится до минус 6 градусов. На востоке области до минус 12. Временами возможен небольшой снег. Опасаться, конечно, надо на дорогах в том плане, что ночью температуры будут все-таки слабые, отрицательные. Дорога будет холодная и выпадение осадков на холодную поверхность будет образовывать гололед и гололедицу. Опасность в том, что для машин вот в таком плане. Выходные морозы немного спадут. 12 и 13 января синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег. При этом температура воздуха днем понизится уже до минус 8 градусов, а вот ночью опять подморозит до минус 12. По данным метеорологов, морозы продержатся до 16 января. Новогодние каникулы закончились и калининградцы вышли на работу, но ненадолго. Эта рабочая неделя продлится всего три дня. Ну а вот следующие продолжительные выходные ждут калининградцев только в марте. В феврале День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу, но его решили не переносить на понедельник 25, а прибавить к майским праздникам. Поэтому в следующий раз калининградцы будут отдыхать три дня в честь Международного женского дня с 8 по 10 марта включительно. Более оптимистичный прогноз на майские праздники. Жители города будут отдыхать с 1 по 5 мая. 9 мая выпадает на четверг, а 10 сделали выходным за счет 23 февраля. Таким образом, по случаю Дня Победы отдыхать будем с 9 по 12 мая. Еще три выходных дня подряд ждут россиян в ноябре, поскольку День народного единства выпадает на понедельник. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Как они будут выживать с этой стоимостью? Были доступными, а станут дорогими. Смогут ли родители оплачивать услуги детских садов по новому закону об образовании? Не хочешь платить? Ходи пешком. В Литве решили брать плату за въезд на курорты. Небольшую чайную ложечку добавьте в молочко тепленькое на ночь, и оно прогреет вас. Записками о здравии и об упокоении. Чем еще удивила калининградцев рождественская ярмарка? Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите службу новостей город в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. Платили 20%, а теперь придется платить все 100%. С этого года за содержание детей в садиках родителям придется платить больше, чем раньше. С 1 сентября вступают в силу новый закон об образовании. Еще до его принятия немало критики в свой адрес он выдержал, и калининградские активисты не остались в стороне. Целый год он пикетировал здание мэрии, чтобы власти обратили внимание на детей. Из-за того, что мест в садике не хватает, в очереди стоит уже 16 тысяч человек. Новый закон об образовании, как пишут эксперты, проблему с этим дефицитом решит. Родителям теперь вообще придется подумать, отдавать ребенка в садик или нет. С 1 сентября плата за его услуги увеличится в разы. Напомним, что по старому закону сумма составляла всего 20% от общей. Остальное оплачивало государство. Допустим, за ребенка если платят, 1000 рублей, 1200, допустим, 1200, 6 тысяч субсидировали. То есть получается, как минимум, как максимум, 7200 будут платить, 7200 как максимум. Как они будут выживать с этой стоимостью. По новому закону об образовании, средний размер родительской платы будут определять на местах региональной власти. И уже сейчас есть опасения, что на плечи папы-мам ляжет стопроцентная оплата. Компенсировать затраты даже на детей из малоимущих или неполных семей местные бюджеты не смогут. Комментировать новшества представители нашего министерства и комитета по образованию пока не готовы. А защитники прав детей собираются этой проблеме придать общественный резонанс. В ближайшее время обсудить ее на круглом столе. В январе прошлого года на побережье Калининградской области обрушился сильнейший ураган. Пляжи Светлогорские и Зеленоградские размыло, променады в курортных городах были разрушены. Несмотря на это, купальный сезон прошел успешно. Но как же изменились променады за прошедший год, расскажет Илья Ишутин. Что вот в этой части променада, в центральной части, практически не осталось пляжа. Если вот так следить за моей рукой, вот таким практически образом море съело весь пляж вот в этой части. Таким пляж немецкого города Кранц ныне Зеленоградска выглядел еще сто лет назад. Почти километровый променад, в отличие от наших дней, был сделан из дерева. В январе прошлого года на побережье обрушился сильнейший ураган. Из-за него пляж и променад сильно пострадали. При немцах полоса пляжного песка охранялась 18 убунами – волнорезами. Технология, по которой их устанавливали немцы, известна и сейчас. Вбивались песок. Сначала восьмиметровые стволы, вот таким образом, таким пучком. Они встречали самую сильную волну. И устроены были так, что об этот пучок разбивалась самая сильная волна. Потом шли пятиметровые стволы. И между ними были специальные фашины, на которых располагались камни. Кроме волнорезов, немцы построили деревянный мол. Дорожку, которая на несколько десятков метров уходила в море. До наших дней она не сохранилась. В прошлом году здесь началось строительство нового пирса. Но начало работ затянулось из-за демонтажа полуразрушенной гостиницы. Из-за него же нельзя было попасть и на часть променада. И пока она не демонтируется, никаких, никакого доступа жителей сюда, конечно, нельзя обеспечить. Просто элементарный вопрос о безопасности. На сегодняшний день работы еще не окончены. Но кроме них у чиновников есть и другие проблемы, которые нужно успеть решить до начала купального сезона. Сильные волны, которые здесь не редкость, даже в хорошую погоду, способны размыть даже насыпной пляж. Для восстановления берега требуется целый комплекс мер. Насыпка песка, строительство волнорезов и постоянное обслуживание береговой линии. А самих штормов при немцах было намного меньше, чем в наши дни. Илья Ишутин, Виктор Буздин, служба новостей город. Балтийскую атомную электростанцию обезопасили специальной ловушкой. В России появится новый праздник, а в Финляндии теперь можно расплачиваться рублями. Подробнее об этих и другие не менее интересные новости в нашей постоянной рубрике. Короткой строкой. На энергоблоке номер один Балтийской атомной электростанции установили новый корпус. При аварии он не позволит расплавленному топливу разрушить бетонное основание реактора и выйти за пределы окружающей среды. Основной элемент – ловушку расплава весом 120 тонн – привезли из Волгодонска. Напомним, строительство атомной электростанции в Неманском районе началось 25 февраля 2010 года. Она предназначена для обеспечения электроэнергии Калининградской области и для поставок энергии на экспорт. В России появился новый праздник. 1 августа будет отмечаться День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. По словам Владимира Путина, Россия должна помнить и чтить своих героев, и эта памятная дата необходима. Также глава страны предложил возродить Преображенский и Семеновский полки, которые являлись элитой российской армии в течение нескольких веков. К чемпионату мира по футболу в 2018 году в Калининграде могут запустить Аэроэкспресс. Он будет курсировать между центром города, а именно Северным вокзалом, и аэропортом Храброво. Для этого потребуется строительство терминалов, реконструкция путей и специальная инфраструктура. Окончательное решение по строительству примут в феврале. Напомним, Калининград может стать четвертым городом в России, оснащенный Аэроэкспрессом после Москвы, Сочи и Владивостока. Власти Паланги собираются вести платный въезд на курорт для всех видов транспорта. В среднем за одну легковую машину водитель заплатит 10 литов за сутки, примерно 120 рублей. В месяц – 150 литов. Кстати, в Паланге уже существует налог на подушку. Плата за каждую ночь, проведенную в гостинице, в размере 1 лит в сутки с каждого отдыхающего. Нынешнее же нововведение предположительно вступит в силу с 15 мая по 15 сентября. В торговом центре «Стокман» в центре Хельсинки туристам из России разрешено за покупки расплачиваться рублями. Принимается российская валюта только купюрами, а сдача выдается в евро. Около каждой кассы установлены таблички с условиями. Также можно оформить «такс-фри», то есть возврат МДС. Напомним, что в Финляндии действует кассовая система, позволяющая принимать разные валюты. Курсы валют на 10 января. Доллар США – 30,37 рубля, евро – 40,23 рубля, литовский лит – 11,66 рубля, польский злотый – 9,87 рубля. Рождество отметили с размахом. На праздничной ярмарке гости со всей страны научили калининградцев справляться с болезнями без лекарств, настоятельно рекомендовали заменить сахар на мед и уже в шестой раз подарили чувство праздника и волшебства. Небольшую чайную ложечку добавьте в молочко тепленькое на ночь, и оно прогреет вас. И такого добра на рождественской ярмарке много. Лекарства от всех болезней, мед можно оценить по вкусу, а выбрать какой душе угодно. Богатая ярмарка не только сладким. Иконы и обереги, освещенные в разных точках России, стали настоящей находкой для православных калининградцев. Но на их продаже мероприятие не заканчивается. На ярмарке провели несколько благотворительных концертов. Все вырученные средства пойдут на поддержку детям, инвалидам и сиротам. Это такой маленький ноу-хау калининградской православной ярмарки. Идея, конечно, витала в воздухе. Ярмарки такие проводились во многих городах страны. И шесть лет назад было решено и благословлено владыкой провести такую ярмарку первую в Калининграде. Вот сегодня она уже шестая рождественская ярмарка и пользуется большой популярностью у калининградцев. И это неудивительно. Только благодаря этой выставке можно в прямом смысле стать частью истории. Участники ярмарки увезут с собой десятки списков с именами калининградцев. Каждый покупатель может оставить в специальном бланке свое имя. Оно будет выбито на кирпичах, которые станут частью стен новых храмов России. Также всем покупателям предлагалось заказать персональную молитву за здравие и благополучие. Ставшая традиционной ярмарка проработает до 10 января. И только в рождественские каникулы следующего года вновь откроет свои двери для всех желающих. А на этом все. Если вы хотите стать народным корреспондентом Первого Городского и у вас есть интересные новости, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1sobacomail.ru Я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на официальном сайте 1градской.ру. Там же есть онлайн-трансляция телеканала. Ну а с вами была Виолетта Гришина. Всего доброго, не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok